Библейским пророкам не нужны были сложные термины, чтобы сказать, в каком состоянии находится человек и куда должен вести его путь. Приведу по этому поводу интересный пример. Незадолго до смерти всемирно известный философ Мартин Хайдегер дал журналисту некой газеты интервью. Причем он сказал, что он многое расскажет, но его условием будет следующее, что это интервью будет опубликовано только после смерти философа. И в этом интервью он говорил очень грустные и печальные вещи о мировой цивилизации. Он говорил, что прогресс будет все дальше идти вперед, и поэтому люди все больше будут отчурдаться от подлинного бытия и друг от друга. Что чем больше в их жизни появится технических новшеств, тем меньше у них будет времени на общение, на красоту, на смысл, на свет. И в конце концов каждый будет, скажем так, царем в своей голове, но это будет вот такой ущербный царь, потому что его царство будет ущербной вселенной, в которую включен только он сам. И получается, что Хайдегер описал так, что чем больше лет будет человечеству, тем меньше будет кто-то кому-то нужен. Но журналист, услышав это, очень огорчился и грустно спросил, есть ли у мира надежда. И Хайдегер ответил, что у мира есть надежда, если существует Бог. Для современного человека, особенно западно-эропейского, поэт – это филолог и преподаватель. А поэзия – это некая забавная игра ума и страстей. Но есть другое, гораздо более древнее, очень древнее, библейское понимание поэта как пророка, который открывает для других небо. И если спросить, что делает настоящая поэзия в мире, то ответ будет таким – она на радость всех добрых показывает, что над миром существует небо. И, возможно, именно потому Хайдегер и говорил, что если в мире не будет поэтов, то философам будет нечего исследовать. Ведь поэт провозглашает как реальность ту истину, которую ученые исследуют только со слов поэта и со слов всех тех, кто честно на земле шел к добру. Это то, дорогие, что я хотела сегодня рассказать.